Это дежурная группа. Начинаем мы с коммунальных безобразий. Мы на Красномосковской, дом номер 42, Тимирязева 47, а между ними открылся портал. Ну, надеюсь, что не в ад. Сейчас нам расскажут. Это появилось неделю назад, то есть в понедельник. У меня муж здесь ставит машину. Мы пошли с собакой гулять. Я смотрю вот это вот. Звонили в 005, звонили из этого дома, Тимирязева 47. Ну, бесполезно. Они знают об этой заявке. Они говорят, нам нужно найти прорыв. Машина приезжала, поставили вот эту палку. Вот здесь вот у вас колодец и газ, да? Да, и сразу газ. И даже машина теперь не может подъехать газовая. Они постоянно подъезжают. Вот каждую неделю, я не знаю, может, они там заправляют эти газгольдеры. У нас вода уходит в сторону электростанции. Ну и здесь подстанция. Смотрите, асфальт дальше начал проламываться. Вот она, эта лужа. Она сюда идёт. И там дальше у вас электричество, да? А там дальше электричество. Они ищут порыв уже полторы недели. Мы уточнили в компании Краском, что здесь происходит. Нас заверили, что порыв всё-таки нашли. И до конца недели аварию устранят. А сейчас небольшое отступление о культуре здешнего населения. Я сейчас умолчу. Что здесь происходит, понятно. Но всё-таки администрация железнодорожного района и компания Россети АУ здесь очень нужен субботник. Вот такую грустную новость прислали нам жители посёлка Удачный. От самых сосен. И до выезда из микрорайона вдоль горы вырубили огромное количество деревьев. Есть здесь берёзы, есть тополя, клёны. Но большое количество здесь вот таких хороших, больших было сосен. Рубка эта санитарная. Ведётся она в городе часто. И вырубали деревья от того, чтобы очистить эту лэп. Федеральное законодательство прямо требует от энергетиков соблюдать охранную зону вокруг линии электропередачи и энергообъектов. В этом случае это 10 метров. Компания Россети объясняет, зачем она это делает. Нас всё-таки интересует вопрос, а почему именно под корень? Почему нельзя подстричь, сформировать как-то крону? Потому что если рядом растёт высокое дерево, оно в непогоду может упасть на линию электропередачи. И тогда без света останутся несколько тысяч человек. Потому что от линии по улице Лесной, по сути, запитана половина микрорайона удачной. И, к сожалению, в отличие, например, от тополей, сосну нельзя частично подрезать. Она после этого не выживает. Здесь видно, что радикально подошли к вопросу. Убрали даже вот совсем, видите, пеньки совсем малюсеньких сосен. Видно, что они были невысокие, могли бы ещё расти и расти. И до лэпом далеко. Но всё равно всё пустили под пилу. Вообще, стоит задуматься, наверное, о пересадке. Наверное, вот такое вот деревце вполне можно было выкопать и пересадить куда-то в городе. А сейчас мы перебрались на улицу Керенского. Если пользуетесь этой магистралью, наверняка знаете, что она очень оживлённая. И также знаете наверняка, что здесь уже второй год идёт масштабный ремонт и перекладка труб. Вот там на Новосибирске идут работы, далее на Микс Макси. И вот теперь очередь дошла до перекрёстка Новосибирска и Керенского. Эта теплосеть – шаг к закрытию котельной на Тотмина. Во-вторых, растёт город и новые трубы кладут уже большего диаметра. В будущем это тепло для 150 тысяч жителей. Работа необходимая. Здесь в ближайшее время, до 24 июня, будет ограничено движение. Сейчас расскажу, что будут делать. Им нужно перекинуть вот оттуда, с Новосибирской, трубу вот сюда, на улицу Керенского. Это будет сделано в одну из ночей, будет перекрываться дорога. Но обещают сделать всё очень быстро. Вот такая вот времяночка. И надо будет соединиться с тем, что оттуда тянут. Ну и дальше потом уже продолжатся работы. Я не могу сказать точно пока, какая именно это будет ночь. Но как только узнаем, мы вам сообщим. Это была дежурная группа. Звоните и пишите нам по телефону 202-22-22. Сообщайте свои новости. Продолжение следует...